Здравствуйте! В эфире информационная программа «Шарайна». С вами Аселяйдар. Семей снова лидирует по количеству зараженных за сутки. Из зарегистрированных за минувшие 24 часа случаев COVID-19, 5 в семье и 4 в Искаменогорске. Кстати, Всемирная организация здравоохранения уточнила, что большинство инфицированных могут оставаться заразными в течение 8-9 дней после появления симптомов болезни. Инфекционный период может быть дольше у тяжелобольных пациентов. ВОЗ рекомендует 14-дневный карантин для лиц, контактировавших с заболевшими. Эта рекомендация основана на продолжительности инкубационного периода. Вышло новое постановление главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области о продлении карантина до конца января. Согласно новому документу, продлены ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и иной деятельности и жизни населения с 18 января по 31 января 2021 года на всей территории Восточно-Казахстанской области. Вместе с тем, есть ряд послаблений. Например, разрешена работа школ и интернатов, а также объектов общественного питания в учреждениях образования. На сегодняшний день эпидемиологическая обстановка по городу нестабильная. Данное постановление, оно идет в дополнение к 26-му, которое существует. По 26-му постановлению у нас сегодня должны определены следующий порядок работы. Общественное питание, объекты общественного питания, они должны работать с 7 до 24 часов с заполняемостью 50%. Также сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, поминок, юбилейных дат, как в общественных пунктах питания, так и на дому запрещены. Остается запрет на работу развлекательных учреждений, караоке, бильярд, плейстейшн-клубы, компьютерные клубы. Остаются сохранены, сохраняется работа продовольственных и непродовольственных рынков при остановлении деятельности в воскресенье. Магазины продовольственного назначения работают в будние дни без ограничений, в субботу и праздничные дни они должны работать до 19.00 и приостанавливают свою деятельность в воскресенье. Без ограничений работают в существующем режиме работы парикмахерские, очень много звонков нам поступает, бани тоже без ограничений, но при этом должны соблюдать все меры предосторожности. У них должен быть разрешительный документ, то есть должны зарегистрироваться в платформе «Инфоказахстан». Также без ограничений работают кинотеатры, театры при заполняемости 50%. Также разрешены работы АЗС, СТОшек, швейных цехов, ателье швейные, объекты по ремонту обуви без ограничений должны работать. Сотрудники санитарно-эпидемиологического контроля также отметили, что масочный режим никто не отменял, и он должен соблюдаться и в общественных местах, и в пассажирском транспорте. В случае нарушения санитарных норм нарушитель привлекается к административной ответственности. Зазира Малькова, Далет, Казинах, Марат Сагимбаев, информационная программа «Шарайна», ТВК-6. Депутат должен делать все для принятия качественных решений по развитию нашего города, представляя интересы избирателей. Об этом сказал в БЛИЦ-интервью программе «Шарайна» первый заместитель председателя семейского городского филиала партии «Нуратан». Он также назвал собственные главные задачи – отстаивать позицию населения и озвучивать волнующие его вопросы. Быть депутатом – это большая ответственность, и я буду работать во благо нашего народа. Потому что когда мы проводили агитационные работы от партии, я побывал во многих городах, разговаривал с людьми и понял, что есть проблемы, которые нужно решать. Мы рассказали народу о наших планов, и они нам доверились. Теперь основная цель – оправдать их доверие и работать именно над этим. У меня есть определенные планы, над которыми я начинаю работать. И самое основное – это актуально на сегодня – проблемы с отоплением и внутригородские пассажирские перевозки. И, конечно, я не забыл об образовании. Почти год уже длится карантин, и на протяжении этого времени ученики школ и студенты были вынуждены учиться отдаленно. Учиться дистанционно дома или в школе за партой – это две разные вещи. Поэтому считаю, что нужно заняться восполнением этих вопросов. Напомним, что если раньше депутаты курировали свои участки, от которых были избраны, сейчас, независимо от территориальности, любую городскую проблему решают все депутаты сообща. Теперь все они работают на результат. Среди важных изменений с 1 января 2021 года – повышение должностных окладов, в частности, соцработников. Наш корреспондент узнал, сколько сотрудников затронет это в семье. 1 января текущего года повышается заработная плата работников в социальной сфере. К ним у нас в основном относятся социальные работники. У нас в городе действует 4 центра показаний специальных социальных услуг, центры социализации для лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию. Где-то более 700 человек коснется повышения заработной платы. В основном заработная плата будет повышаться на 50% основному персоналу. Это как раз лица, которые оказывают непосредственную помощь населению. Это у нас инвалиды, дети инвалиды, лица старше 18 лет и одинокие престарелые граждане нашего города, которые нуждаются в постороннем уходе. Административному и вспомогательному персоналу заработная плата будет повышаться путем увеличения оплаты к должностному оплату от 30 до 40%. Я вообще благодарна жизни, что у меня сейчас такой вот работник. Она вообще внимательная, аккуратная. Если что закажешь, она всегда все приносит. Самое главное, видите, вот сейчас холодно было, все, так бы кто пришел. Она, жара все приходит, холодно приходит. Плохо там, ей плохо, она все равно приходит. Так что я благодарна этой организации, что есть такие люди. Дай Бог здоровья, дай Бог побольше таких людей. Я работаю с 10-го года социальным работником. У меня благоустройка, 8 человек, 8 получателей услуг. На данный момент я Фаина Андреевна обслуживаю. Во время карантина мы работали. Все меры, санитарные меры мы соблюдали. Приходила маску, снимала, меняла маску. Получатель услуг одевала маску свою. Мы делаем уборки, помогаем лекарства, готовим продукты. Если надо, заготовки делаем, чистим продукты. Она сама готовит, если есть возможность у нее. А если нет, она говорит, наверное, помоги, я ей кушать готовлю. Мусор выносим, убираемся дома. Не выходящие из квартиры есть у меня. Ну, получается, почти 6 из них. То же самое, что они... Ну, как они не выходят? Они из квартиры не выходят, а по дому ходят. А вам нравится ваша работа? Да. Особенности можете подвергить? Вы знаете, когда заходишь домой и смотришь на них, и они на тебя, когда смотрят, в ожидании чего-то, ну, ждешь и думаешь, чем бы помочь им, как помочь им. Несмотря на их возраст, все равно хочется чем-то помочь. Да, нравится. Помогает ли государство в социальном работе? Помогает в чем? У нас полностью соцпакет. Экологически оплачивается, санитарно выплачивается. Полностью соцпакет. Конечно, государство помогает во всем. Добавим, что в последующие два года должностные оклады социальных работников будут увеличены еще по 25% в год и таким образом вырастут на 100% от нынешнего. Аселя Айдар Нурлану Розалин, Сунгар Тумхан, информационная программа Шарайнат, ВК6. Дом мамы – это кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Здесь помогает не потерять надежду, когда вокруг, казалось бы, рушится мир. Сегодня в семье служба пробации Уэзовского района провела благотворительную акцию для тех, кому дом мамы – единственное пристанище. Сюда обращаются женщины разных возрастов. Кто-то из них скрывается от родственников и общества. Кто-то не может справиться с тяжелыми бытовыми проблемами. В доме мамы они получают шанс на нормальную жизнь. В 2015 году в городе Семи открылся дом мамы. Сеть дом мамы по Казахстану, их 22 по всему Казахстану, за время открытия дома мамы в общем по Казахстану более 5000 женщин получили помощь. Непосредственно это социальная помощь в плане психологическая, медицинская помощь, восстановление документов, трудоустройства. На сегодняшний день город Семей, именно наш дом мамы, оказал 180 женщинам с детьми, беременны на третьем сремене, оказал помощь в восстановлении, как я уже повторюсь, в восстановлении документов, прописки. Ну и самое главное, это возвращение женщины в семью, в родную семью, то есть восстановление с родными, с отцом ребенка. Также мы подаем документы на алименты, на развод и социальные выплаты, АСП. То есть это очень немалозначимо, потому что женщине надо на что-то жить первостепенно, чтобы у нее были какие-то средства. Вот на время, пока она живет, она экономит свои денежные средства, в плане пособия, по выплате для ребенка, АСП. И выйдя из дома мамы, она уже знает, что у нее есть какие-то сбережения, и на это она может какое-то время, пока не устроится на работу. А так у нас есть сопровождение, у нас девочки также приходят к нам в гости, также мы оказываем в плане, допустим, одеждой, можем помочь. У нас очень много волонтеров, кстати, по городу Семенос, он очень отличается тем, что очень много волонтеров приносят нам. Ну, это даже бэушные вещи, кровати, коляски. То есть мы делимся совсем нажитым имуществом, мы же делимся с теми девочками, которые от нас ушли. Помогают матерям не только сотрудники дома матери, но и множество волонтеров. Одними из них являются сотрудники службы пробации Ауэзовского района. Они говорят, что тоже хотят дарить этим женщинам душевное тепло. В целях пропаганды идеи доброты, чувства взаимопомощи, помощи, служба пробации Ауэзовского района города Семи совместно с волонтерами Вестисла Осужденных сегодня провела акцию в помощь женщинам, находящихся в трудной жизненной ситуации, находящихся в доме мамы. Служба пробации Ауэзовского района на постоянной основе проводят подобные акции, целью которой является помощь людям. И сотрудники дома, и волонтеры помогают матерям верить в лучшие. Не опускать руки ни при каких обстоятельствах. Говорят, что у всех побывавших в этих стенах жизнь налаживается. Железнодорожные билеты подорожают в Казахстане с 1 марта 2021 года. В том числе ожидается увеличение стоимости проезда на всех социально значимых маршрутах межобластного и пригородного сообщения на 7%. В Казахстан Тимуржола отметили, что компания постоянно улучшает условия перевозок пассажиров, обновляет парк подвижного состава и внедряет новые стандарты обслуживания. Так, в первом квартале текущего года ожидается поставка 50 новых вагонов, курсирующих по маршрутам Алматы-Мангистау, Казаларда Семей, Алматы-Уэскимин, Нурсултан Семей. В завершении выпуска предупреждение от управления по чрезвычайным ситуациям. По информации КАЗ «Гидромет» 19 января в Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, местами 15-20 метров в секунду. Утром и днем с порой до 23 метров в секунду. В связи с этим жителям и гостям города необходимо быть осторожными. Информацию о штормовых предупреждениях вы можете получать, скачав бесплатное мобильное приложение «Дармен». Единый телефон службы спасения 112. И это были все новости на сегодня. Оставайтесь с нами на связи. Смотрите нас на ютубе. С вами была Селяйдар. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...